Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире в студии Елены Тарасова. И Кирилл Политов. Смотрите сегодня выпуски. Без окончания. Почему студенты политех не могут получить дипломы о высшем образовании? Герои асфальта. Из-за чего в краевой столице стали часто проваливаться дороги и кто в этом виноват? Клыки, лапы и хвост. В Бийские огороды спустя год вернулась Чупакабра. Выясняла Елена Макаренко. Выпускников сразу трех разных специальностей гуманитарного факультета мы встретили на пороге прокуратуры. Многие из них сегодня должны были защищать дипломы. Но вместо этого бегают по разным инстанциям. В заявлениях просят повлиять на ситуацию. То есть не оставить их без государственных дипломов. Накануне в родном вузе провели собрание, где предложили получить итоговый документ вузовского образца. Уведомление, которое нам рекомендовали подписать, в котором в первом пункте говорится, что АлтГТУ нам выдает не государственного образца диплом. Такое предложение выпускников политеха, мягко говоря, расстроило. Ребята надеялись, что руководство вуза сдержит данные на прошлой неделе обещания и переведет их в другие учебные заведения. Но пока никаких гарантий студенты не получили. А значит, велик риск закончить обучение. Многим оно обошлось в 300 тысяч рублей. Даже не с дипломом, а просто со справкой. То, что затягиваются сроки перевода в другой университет, ну это очень обидно. Потому что у нас ребята получили гранты в Китай, чтобы поступить в магистратуру. Меня лично ждут на работу в город Владивосток. И ждут нас с дипломами государственного образца. Руководство политеха проблему признает и призывает ребят не паниковать. Переговоры о переводе горе-выпускников в другие высшие учебные заведения края и соседних регионов Алтайский технический проводит уже пятый день. Варианты осталось утвердить в Министерстве образования. В Москву исполняющий обязанности ректора университета вылетает завтра. Будет определяться, кому из каких вузов будет какое направлено количество студентов для проведения итоговой аттестации. По приезду ректора из Москвы, я думаю, мы ответы на многие вопросы услышим. Однозначных ответов и еще больше конкретных действий выпускники гуманитарного и экономического факультетов ждут с нетерпением. Но на всякий случай готовят коллективную жалобу уполномоченному по правам человека и в приемную президента. Елена Макаренко, Александр Морозов. Наши новости. В новый детский сад, который недавно открыли в селе Березовка, до сих пор не могут попасть местные ребятишки. На отсутствие мест в группах в нашу редакцию пожаловались сразу несколько семей. В Березовке сейчас работают два детских сада. Планировалось, что новый, открывшийся месяц назад, поможет наконец забыть об очередях. Как нам пояснили в Комитете по образованию Первомайского района, из 140 мест там сейчас занято 104. К концу августа садик укомплектуют полностью. Но многие молодые мамы утверждают, что без путевки в учреждение уже остались десятки ребятишек. По словам женщин, надежды пристроить детей все меньше, так как очередь движется медленно, а иногда и вовсе сдвигается в обратную сторону в пользу малообеспеченных и многодетных семей. Некоторым ребятишкам, которые до сих пор не получили места ни в старом, ни в новом садике уже больше трех лет, в то же время, сообщают местные жители, путевки достались детям из соседних населенных пунктов из Санникова и Новоалтайска. Альтернатива есть у нас в новоалтайских садиках недобор. Пойдем сейчас. Мы даже и не вставали изначально в очередь, потому что 100% думали, что в два садика стоят, в один из них точно попадем и вот не попали. Сейчас будем решать уже с новоалтайским садиком. Неудобно нам. Но о том, что решится ли проблема с очередями в Березовке, мы расскажем в наших ближайших выпусках, а пока к другим темам. Следственный комитет предъявил обвинение директору Академии Робинзонов Анатолию Шульжику. В конце июня погиб 13-летний мальчик, отдыхавший в его частном лагере в Алтайском районе. Школьник сорвался в Катунь с кустарной тарзанки, установленной на территории палаточной базы. Тело ребенка не удалось найти до сих пор. Шульжика обвиняет в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ему грозит штраф на сумму до полумиллиона рублей, либо принудительные работы. Самое суровое наказание по этой статье – тюремное заключение на срок до 6 лет. Сейчас директор Академии Робинзонов находится под домашним арестом. Следователям удалось выяснить, что дети находились на берегу горной реки без должного присмотра, поэтому вытащить упавшего мальчика из воды было просто некому. Работа лагеря приостановлена на 90 дней. Асфальт уходит из-под колес автомобилей. Накануне в Барнауле в очередной раз провалилось дорожное полотно. Таких инцидентов с начала лета произошло около 10. Водители признаются, что по городу страшно ездить. В чем причина такого количества провалов и можно ли их избежать, узнавал Алексей Янкин. Нет, но это уже слишком. Скоро вообще весь город под землю уйдет. Капец какой-то. Езда по городу полна азарта. Русская рулетка прям. Провалюсь, не провалюсь. Апокалипсис уже близко. Подобные реплики барнаульских автовладельцев в интернете стали звучать все чаще. Почти каждый день в сети появляются новые фотографии провалов асфальта. География инцидентов обширна. Северо-западная, Ускова, Шумакова, Малахова, 80-й гвардейской дивизии и так далее. По дороге на съемку мы совершенно случайно стали свидетелем еще одного провала. Он случился на пересечении проспекта Ленина с улицы Чкалова. Движение здесь ограничено уже целый час. Автоинспекторы говорят, что ограничение движения продлится до тех пор, пока провал не будет полностью ликвидирован. Дорожное полотно просело в районе коммунального колодца, что для проспекта Ленина совсем не редкость. Обилие подобных инцидентов по всему городу барнаульцы связывают с опрессовкой сетей. Но справедливо это лишь отчасти, говорят сами энергетики. 350 порывов выявили они за период гидроиспытаний. И части из них действительно были под проезжей частью. А в таком случае дорогу не спасет даже бетонный лоток, в котором лежат трубы. Если он разрушается, то естественно подмыв воды грунта, который сверху расположен на этой конструкции. Размывается грунт, если это все-таки щебень где-то с глиной, то более плотный грунт. А где песчаный грунт, он очень быстро размывается, происходит эта полость под проезжей частью, которая потом проваливается. Песчаные грунты преобладают в старой части города и на потоке. Но не только песок и ветхие коммуникации провоцируют провалы. Василий Свиридов, завкафедрой транспортного строительства АЛТГТУ, считает, что губит местные дороги атмосферные осадки. Просочившись под асфальт, вода способна размыть или превратить в пластилин любую подушку из камня и глины. Говорит, приглядитесь к дорогам федерального значения, где провал и редкость. Конструкция дороги отличается. У дорожников за пределами населенного пункта нет справа-слева упоров, то есть бордюрных камней. Вода как бы стекает достаточно быстро. А в черте города вода, естественно, стоит долго. Если ливневка не работает, то воде-то некуда деваться. Решить вопрос эффективного отведения воды с проезжей части ветких коммунальных сетей в краткосрочной перспективе, по мнению дорожников и энергетиков, вряд ли удастся. По их словам, нужны колоссальные средства. А значит, улицы для барнаульских автомобилистов по-прежнему будут полны неожиданностей. Алексей Янкин, Александр Морозов, Александр Антропов. Наши новости. Жители Рубцовска тоже не смогли добиться от властей решения дорожной проблемы и теперь латают проезжую часть самостоятельно. Правда, используют для этого те материалы, которые есть под рукой. Песок, траву и даже навоз. На улице Громова выбоины заложили травой около остановки шлакоблочной. Засыпали песком, а на заводской вход пошли коровьи лепешки в перемешку со щебнем. Так рубцовчане описывают в социальных сетях ход восстановительных работ. К активным действиям жители приступили только сейчас. До этого не менее оригинальными способами старались привлечь внимание к проблеме выбоин на дорогах Рубцовска. Так весной по интернету гулял ролик, герои которого вылавливают рыбу прямо из ямы на проезжей части. Чуть позже в сети появилось видео, где рубцовчане ездят по своим дорогам на резиновых лодках, потому что улицы города размыло талой водой. Жители Алтайского края пока опасаются ехать отдыхать в Турцию. Туроператоры не наблюдают в нашем регионе ажиотажного спроса на путевки в эту страну, хотя направление должны открыть в ближайшее время. Почему жители края не рвутся в страну, где все включено, и восстанавливаются ли экономические отношения Алтая с Турцией, разбиралась Ольга Калачева. Напомним, отношения между Турцией и Россией резко ухудшились в ноябре прошлого года, после всем известных событий. И только в конце июня 2016-го ситуация начала меняться. Российским туристам вроде бы разрешили выезжать на берег Турецки. Правда, не уточнили, каким образом. Ведь официального разрешения на чартерной авиаперевозке до сих пор нет. Хотя самолеты уже готовятся к вылету. Из Новосибирска, к примеру, первый должен отправиться уже 18 июля. Не знаю, как на него будет продажа. Мест на него достаточно. Но пока на сегодняшний день еще нет разрешения на чартерные перевозки. А это чартерный рейс. Поэтому мы его не продаем. Мы не хотим подделять своих граждан, сограждан каким-то риском. Между тем, сами россияне к отдыху в Турции относятся неоднозначно. В европейской части страны спрос уже превышает предложение. Все береги, напротив, только присматриваются к новому старому направлению. По крайней мере, жители Алтайского края точно. Говорят, дешевых путевок нет. По данным алтайских туроператоров, в трехзвездочном отеле сегодня можно отдохнуть не меньше, чем за 43-45 тысяч одного человека. Там война идёт, второе, денег нет. Ну, первое, конечно, война. Лучше живой остаться. Не вижу препятствий не поехать. Но главное же отдых, курорт, море, солнце, сервис лучше, чем в России. В ближайшую неделю максимум две чартерные авиалинии должны быть открыты, надеются алтайские туроператоры. Между тем, когда турецкие фрукты и овощи вновь появятся на прилавках алтайских магазинов, большая тайна. Запрет пока не снят. Всё остаётся по-прежнему, как было с 1 января 2016 года. Между тем, специалисты заявляют, если запрет на турецкую продукцию всё-таки не снимут, алтайский край, если и пострадает, то несущественно. В основном у нас торгуют фруктами и овощами из Средней Азии. Ольга Калачёва, Николай Шелко. Наши новости. Туристам, которые сейчас отдыхают в Белокурихе, дали возможность увезти домой на память об Алтая сувениры, которые нигде больше не купишь. Два дня в курортной зоне работала выставка-ярмарка ремесленного искусства. Мастера со всех уголков края привезли сюда свои рукотворные произведения. На площадку народного творчества в этом году приехали 70 мастеров из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Косихинского, Солонешинского и других районов. Помимо огромного разнообразия сувениров, для гостей выставки они подготовили интерактивные развлечения. Все желающие могли принять участие в ремесленных мастер-классах. Гости учились делать керамическую посуду на гончарном круге, плести кукол из ивовых прутов, расписывать пряники глазурью и даже рубить чаши из цельного куска дерева. Сами мастера говорят, что для них такие ярмарки отличная возможность не только обменяться опытом, но и показать, что ремесленные товары в буту вполне могут заменить массовым. С традицией я не выхожу все равно, потому что техника, роспись, она в любом случае соблюдается. Технология обязательно соблюдается, потому что я работаю не в сувенирке, а все-таки функциональное все. Хлебницы, тарелки, вазы, все, можно ложки, можно кушать из всего. В Бийске таинственный зверь по ночам пьет кровь у домашнего скота. Горожане говорят, чупакабра вернулась. Впрочем, специалисты уверены, никакой мистики в этих происшествиях нет, а безжалостный убийца всем известен. Так кто же лишает жизни кроликов под покровом ночи? Разбирались наши коллеги из Наукограда. Вот тут вот хорошо когти ее видать, видите, как она прыгала. Следы на заборе и клетках. То ли от зубов, то ли от когтей. Неведомый зверь пожаловал в гости к семье Владимира и Ларисы Шишкиных ночью. Слушай, она запищала. Я выскакиваю, уже смотрю, комелькнула. Но это все, это кости были. На утро Владимир и его жена Лариса увидели результат визиты ночного гостя. Вот в этой клетке была кролиха, ну тушка, вот тут валялась. Ну, как обычно, вот это место, вот шейное, от головы шея, кровь высосана. Вот все в крови. Со зверем-вампиром семья впервые столкнулась в это же время, в прошлом году. Тогда подобные нашествия происходили в разных районах Алтайского края и в Кемеровской области. На подворье у Ларисы и Владимира этот зверь в 2015 году побывал четыре раза. Обескровленными он оставил больше 20 кролов. Хозяйка сумела разглядеть ночного вампира, как она тогда его называла Чупакабру. Она вот подбежала, вот так по помидорам прошлась и ко мне сюда. Прямо вот, где-то у нас вот так же все было. Лапы вот на эти поставил, а я через тюль на нее смотрю. Ну, вы знаете, ну она мне серая показалась. Ну, клыки большие, вот передние клыки, таких клыков. И зубы как-то они у них как скребленные, не скребленные. Я, в общем, не рассматриваю. Вот, ну, глаза красные. Специалисты предположили, что загадочный охотник на домашних животных никто иной, как собака. А вот хозяин семейства Шишкиных уверен, это рысь. Это повадки, это ее повадки. Потому что в апреле, в марте она катится. Март, вот считайте, март, апрель, май, июнь, трехмесячные котята уже где-то учить котят. Капканы и отраву, как показала практика, умное животное обходит стороной. Осталась надежда на самодельную сеть, которой Владимир и Лариса завешивают клетки с кроликами. Хозяева уверены, сегодня ночью зверь приходил снова, однако в сети уже не полез. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских, БИСК. Специально для наших новостей. Один из главных праздников ислама Ураза Байрам сегодня отмечают мусульмане всего мира. Он знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан. Перед Ураза Байрамом необходимо навестить своих родственников, знакомых и попросить прощения. А после с чистой душой достойно встретить праздник духовного очищения. Барнаульскую соборную мечеть за три дня посетило около 4000 верующих. Всем мест не хватило, пришлось молиться за ее пределами. После молитв и проповеди по традиции для верующих накрывают стол, где обязательно угощают пловом, фруктами и лепешками. Праздник продлится еще два дня. Жизнице Барнаула и героине нескольких наших сюжетов требуется ваша помощь. Саша Ковальчук страдает редким заболеванием, синдромом бабочки. Она уже перенесла несколько операций, но помощь потребовалась вновь. Я хочу больше всего попрыгать на батуте. Такое простое желание для Саши, увы, пока остается недосягаемой мечтой. Любое неверное движение приводит к появлению на коже волдырей и ран. Поэтому девочка-бабочка больше любит не лето, а зиму. Тогда можно кататься на горке и гулять на улице без риска пораниться. При таком заболевании главное уход, говорит ее мама. На специальные перевязочные материалы у семьи в месяц уходит 50 тысяч рублей. К сожалению, с нашим заболеванием нужно бороться, как я уже сказала, ежедневно, ежечасно. Это наши постоянные перевязки. Помимо перевязок, нужно следить за всеми микроэлементами, которые Саша должна получать. Потому что при постоянной регенерации кожи все витамины уходят на кожу. У Саши осложненный случай, когда поражается не только кожа, но и внутренние органы. Врачи диагностируют сужение пищевода, поэтому ест девочка только пюре и супы. Но еще больше боли доставляют зубки. Чистить их – настоящая мука. А доктора даже не берутся их лечить. Нам, по идее, нужно, как и любому человеку, жевать нашими зубками. Так как наше заболевание ухудшает, опять же, состояние зубов, они также разрушаются. Поэтому тут же нужно нам ужевать, и нам нельзя жевать. Два года назад Саша уже проходила лечение в Германии. Тогда операция на зубах длилась 3,5 часа под общим наркозом. Сейчас кариес и пульпиты вновь дали о себе знать. По словам докторов, нужно успеть сделать операцию, чтобы коренные зубки росли здоровыми. И чем быстрее это произойдет, тем меньше боли придется терпеть Саше. В клинике за рубежом уже готовы принять малышку. Но на лечение требуется 13,5 тысяч евро. Это почти миллион рублей. Таких денег у семьи пока нет. Мы пришли в Москве к ортопеду. И врач спрашивает, Саша, а что тебя беспокоит? А она отвечает, что мне беспокоит то, что я никогда не вылечусь. Помочь Саше бороться с недугом может каждый. Контакты вы видите на экране. София Кондратьева, Алексей Фризин. Наши новости. А на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции в Барнауле 722 440. Хорошего вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова